Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Анастасия требовательно произнесла «Ответь мне! Ответь! Поясни! Дай мне его! Дай!» При этом она встряхнула головой и даже топнула босой ногой. Бледное свечение кроны звенящего кедра устремилось к лучу, и луч, вдруг оторвавшись от кедра, улетел вверх. Но тут же появился другой луч, шедший сверху к кедру. Он состоял словно из голубоватого тумана или облака. Направленные вниз кончики иголочек кедра засветились такими же облачными, едва заметными лучиками. И эти лучики стремились к Анастасии, но не касались ее. Они, словно исчезая, растворялись в воздухе. И когда она снова требовательно топнула ногой и даже хлопнула ладошками по огромному стволу звенящего кедра, зашевелились светящиеся иголочки, слились лучики их в единый облачный луч. И он, идущий вниз к Анастасии, не касался ее, растворялся в воздухе, словно испаряясь. Я с ужасом вспомнил, что, наверное, именно от такого луча погибли ее родители. Анастасия продолжала упрямо о чем-то упрашивать, требовать. Словно избалованный ребенок, настойчиво просят у родителей требуемые ему. И вдруг луч рванулся к ней и осветил ее всю, словно фотовспышкой. Вокруг Анастасии образовалось и таяло облачко. Луч, идущий от кедра, растворился, погасли лучики, исходящие от иголочек. Таяло облачко вокруг Анастасии. Оно то ли входило в нее, то ли растворялось в пространстве. Она, сияющая и со счастливой улыбкой, повернулась, сделала шаг в мою сторону и остановилась, устремив взгляд мимо меня. Я повернулся. На поляну выходили дедушка и прадедушка Анастасии, Медленно ступая, опираясь на палку, похожую на посох. Высокий, седой прадед, шедший чуть впереди дедушки, поравнявшись со мной, остановился. Посмотрел на меня взглядом, словно в пространство. Я даже не понял, видит он меня или нет. Прадед слегка поклонился, не поздоровался, не сказал ни слова, направился к Анастасии. Ее дедушка суетливый, но очень простой. Весь его вид говорил, что он веселый и добрый человек. Поравнявшись со мной, дедушка остановился, по-простому поздоровался за руку, Стал что-то говорить, но ничего из сказанного им тогда не запомнилось. Почему-то и он, и я стали с волнением смотреть на происходящее у кедра. Прадед остановился напротив Анастасии. Они некоторое время молча смотрели друг на друга. Она стояла перед ним, опустив руки по швам, словно школьница или абитуриентка перед строгим экзаменатором. Она была похожа на провинившегося ребенка, чувствовалась, волновалась. В наступившей напряженной тишине раздался глубокий, бархатный и четкий голос прадеда. Он и с Анастасией не поздоровался, а сразу, медленно и четко произнося слова, Задал строго вопрос, кто может, минуя дарованный свет и ритм, обращаться прямо к нему? Любой человек может обращаться к нему. Изначально он и сам с радостью говорил с человеком, и сейчас он хочет этого. Быстро ответил Анастасия. Все пути им предначертаны. Многие на земле живущие способны познать их. Ты способна видеть эти пути? Я видела предначертанное людям. Видела зависимость будущей событийности от осознанности сегодня живущих. Его сыновья, их просветленные последователи, познавшие дух, его достаточно сделали в разумлении плотско живущих? Они все делали и делают, не щадя плоти своей. Несли и несут истины. Видящий может усомниться в разуме, доброте, величии духа его. Ему нет равных. Он один. Но он хочет общаться. Хочет, чтобы его понимали, любили, как любит он. Допустимо ли дерзить и требовать при общении с ним? Он дал частичку своего духа и разуму каждому живущему на земле. И если маленькая частичка в человеке, его частичка, не согласна с общепринятым, значит, он, именно он, не все приемлет предначертанным. Он размышляет. Можно ли его размышления назвать дерзостью? Кому позволено ускорять ход размышления его? Позволять может только позволяющий. Чего просишь ты? Как вразумить неразумеющих, дать почувствовать нечувствующим. Определена ли участь невоспринимающих истину? Участь невоспринимающих истину определена. Но на ком ответственность за невосприятие истины? На невоспринявшем или на доносившем ее? «Что?» «Значит, ты?» Взволнованно произнес прадед и замолчал. Некоторое время он смотрел на Анастасию. Потом, опираясь на палку посох, прадед медленно опустился на одно колено, взял руку Анастасии, наклонив седую голову, поцеловал ее и произнес «Здравствуй, Анастасия!» Анастасия быстро опустилась перед прадедом на колени, удивленно и взволнованно заговорила «Что ты, дедулечка, что ты? Ну ты как с маленькой? Я же уже большая!» Потом она обняла его за плечи, припала головой к его груди, закрытой седой бородой, и замерла. Я знал, она слушает, как бьется его сердце. Она с детства любила слушать биение сердца. Седой старец, стоя на коленях, одной рукой опираясь на палку посох, другой гладил золотистые волосы Анастасии. Дедушка заволновался, зазуетился, подбежал к стоявшим на коленях своему отцу и внучке, засеменил вокруг них, заразвел руками, потом вдруг и сам опустился на колени, обнял их. Первым поднялся дедушка, помог встать своему отцу. Прадед еще раз внимательно посмотрел на Анастасию, медленно повернулся и стал удаляться. Дедушка быстро заговорил, непонятно, к кому обращаясь. И все равно балуют все ее. И он балует. Ишь, куда забралась? Нос свой сует, куда захочет. Воспитывать некому ее? Кто дачникам помогать будет теперь, а? Кто? Прадед остановился, медленно повернулся и снова его глубокий бархатный голос четко произнес, делай, внученька, как сердце велит тебе и душа. С дачниками твоими я сам тебе помогу. Повернувшись, величественный седой старец медленно пошел с поляны. Ну, я и же говорю, что все ее балуют. Снова заговорил дедушка. Поднял прутик и со словами. А вот я сейчас повоспитываю. Засеменил к Анастасии, помахивая прутиком. Ой, ой. Анастасия всплеснула руками Анастасии, изображая испуг. Потом засмеялась и отбежала в сторону от приближающегося дедушки. Она еще убегать вздумала? Да чтоб я не догнал! И он необычайно быстро и легко побежал к Анастасии. Она со смехом убегала, петляя по поляне. Дедушка не отставал, но и догнать не мог. Вдруг он нохнул и присел, схватившись за ногу. Анастасия быстро повернулась. На лице ее было волнение. Она подбежала к дедушке, протянула к нему руки, да так и замерла. Ее раскачистый, заразительный смех заполнил поляну. Я внимательно присмотрелся к позе дедушки и понял причину ее веселья. Дедушка, присев на одной ноге, вторую вытянул перед собой и держал ее на весу, не касаясь земли. А гладил, словно поврежденную, именно ту ногу, на которой сидел. Он перехитрил Анастасию, но не обманул ее. Как потом выяснилось, она должна была вовремя заметить несоответствие, комичность его позы. Пока Анастасия смеялась, дедушка успел схватить ее за руку и, подняв свой прутик, слегка стеганул Анастасию как ребенка. Анастасия сквозь смех попыталась изобразить, что ей больно. Несмотря на непрекращающий, сдерживаемый смех, дедушка обнял ее за плечи и сказал, «Да ладно уж, не плачь». «Получила? По делам. Вот теперь слушаться будешь. А то я вот орла старого тренировать начал. Он хоть и старый, но силу еще имеет и помнит многое. А она лезет везде безрассудная». Анастасия перестала смеяться, внимательно посмотрела на дедушку и воскликнула. «Дедулечка, миленький мой дедулечка Орла, значит, ты уже знаешь о ребеночке?» «Так ведь звезда». Анастасия не дала дедушке договорить. Она обхватила его за талию, приподняла от земли и закружила. Когда поставила снова на место, дедушка пошатнулся и сказал, пытаясь быть строгим, «Ты как со старшими обращаешься? Я же говорю, воспитание слабое». И он, помахивая прутьком, быстро пошел догонять своего отца. Когда дедушка поравнялся с деревьями на краю поляна, Анастасия крикнула ему вслед. «Спасибо тебе, дедулечка! За Орла спасибо!» Дедушка повернулся, посмотрел на нее. «Только ты, внученька, будь, пожалуйста!» Тон его голоса был слишком ласковым, и он, прервав фразу, чуть строже добавил. «Смотри у меня!» И скрылся за деревьями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова